МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Член комитетов по социальной политике, по образованию, науке, культуре и молодежной политике. Андрей Анатольевич, из федерального центра в региональную казну поступило более 1 миллиарда рублей. Это, безусловно, положительный момент, но мог ли этот федеральный транш быть больше? Наверное, мог быть больше, потому что это миллиард рублей, которые более миллиарда рублей пришли. Это, в принципе, целевой транш, это связанный, в первую очередь, с дорогами. И хорошо, что он пришел сейчас, в феврале месяце, когда у правительства есть возможность провести соответствующие торги. И начать ремонт дорог уже не как у нас иногда начинается в июле, а то и в августе, а начать уже в мае, то есть когда с момента, когда почва уже отойдет от холода и так далее, когда можно начинать уже непосредственно работы по ремонту, по строительству дорог. Что касается возможностей больше, да, мы на сегодня потеряли на акцизах, на нефтепродуктах более 700 миллионов рублей. Из-за изменения законодательства по акцизам мы такую сумму более 700 миллионов рублей, к сожалению, потеряли. И Омская область их недополучит. Потому что перераспределили теперь новую методику, ввело правительство Российской Федерации, когда перераспределило те акцизы, которые есть, где предприятия на территориях по переработке нефти, по добыче нефти и так далее, более 700 миллионов рублей потеряет на этом. А в будущем как-то возможно эта ситуация? Ну, сложно сказать. К сожалению, законодательство меняется каждый год, иногда каждый там, чуть ли не каждый квартал. Поэтому сложно сказать, потому что тема того же нашего нефтекомбината продолжает муссировать. Наши эксперты считают, что нефтекомбинаты, как я считаю, нам недоплачивают, и недоплачивают очень серьезные деньги. Эксперты, которые федеральные, считают, что наоборот, если не дай бог мы, как они считают, нефтекомбинат снимет процессинга, то Омская область потеряет еще порядка 3 или 5 миллиардов рублей. Но это достаточно спорно, потому что да, цена на нефть падает, но цена на бензин-то не падает, на дизельное топливо не падает, а наоборот растет. Поэтому у меня возникает вопрос, я считаю, что наш нефтекомбинат, и «Газпром» Омской области значительно недоплачивают. Какие будут изменения, насколько мне известно, подготовленный законопроект, но как он будет проходить через Государственную Думу, у меня есть большие сомнения. Андрей Анатольевич, давайте обсудим тему, которая сейчас является одной из самых актуальных на политической повестке дня, это предстоящие выборы мэра. Если, конечно, их вообще можно назвать выборами, скорее это будет назначение. Прямые выборы были отменены еще в 2015 году, фракция КПРФ голосовала против. А в будущем планируете ли вносить какие-то изменения, чтобы вернуться к старому порядку? Ну, за всю историю человечества самые демократичные выборы – это всенародное голосование. И тогда и амичи, и жители города, и тогда были несли ответственность за того человека, которого они избрали. Ну, это на самом деле самая демократическая форма избрания, когда они проходят честно, с необходимым контролем, ну и так далее, и так далее. К сожалению, у нас в 2015 году действительно в соответствии с федеральным законодательством, но федеральное законодательство давало право регионам избирать, принимать ту или иную форму. Могли сохранить прямые выборы, как это сделали в Новосибирске. В Новосибирске мэра миллионного города, третьего города страны избираются народным голосованием. У нас же пошли по другому пути. У нас приняли решение через, и не только мэра, но и глав районов, и первоначально было и глав поселений, избирать через комиссии и через советы, да, то есть перейти к фактическому назначению. Но потом было решение Конституционного суда, которое почему-то ограничилось только поселениями. Вот на сегодня поселения имеют право избирать в том числе прямыми выборами. Но, к сожалению, вот на сегодня власть всячески препятствует проведению прямых выборов. Даже вот право Конституционный суд дал, поселения не могут внести изменения в устав, то есть депутаты от партии власти блокируют это решение и не дают перейти к прямым выборам. Даже там, где население требует прямых выборов. В частности, вот уже в Нововаршавке, городское поселение Нововаршавка, на сегодня уже второй год не могут избрать главу городского поселения, главу райцентра Нововаршавка. Потому что позиция в совете разделилась 5 на 5. Были попытки дважды избрать через комиссию, отсекали Анатолия Васильевича Кошару. Но тут есть сильная позиция депутатов, которые не позволили превратить выборы в фарс. И вот на сегодня вроде бы достигнута договоренность, что когда, не знаю, какое-то ближайшее время, они должны вернуться к прямым выборам. И такие ситуации еще не единичные в Омской области. Что касается мэра города Омска, шестой город в стране. И вот ту систему, которую придумали, на мой взгляд, взяли самую худшую. И уже это даже называется, превращается не в выборы, не знаю, как назвать, можно назвать только фарс. Но первое, далее колоссальные, неограниченные возможности так называемой комиссии. Которая будет 12 человек, 6 человек от губернатора и 6 человек от городского совета. Я вообще, моя позиция, даже если по этому пути идти, роль комиссии должна иметь технический характер. Ну, представил Иванов Иван Иванович документы, да? Его документы соответствуют требованиям законодательства. Образование, там, стаж работы, ну и так далее. Те требования, которые предъявляются, возраст, должности мэра, ну все, они должны допустить до выборов. Как бы допустили, если выборы были всенародные. Нет, эта комиссия в итоге, вот, грубо говоря, 100 человек подаст, или, ну, 100 человек, 50, я не знаю, 20. Они должны оставить двух кандидатов, не менее двух. Ну, два человека. Они должны быть два, если будет возможно три, если при условии, что, ну, сколько-то кандидатов наберут одинаковое количество голосов. Ну, предполагается два. Два. Ладно, бог бы с ним, дальше бы городской совет, тайным голосованием избрал себе мэра. Нет. Будет поименное открытое голосование, и здесь на 99,9-х заранее можно предсказать, кто станет будущим мэром Омска. То есть, избрана самая, ну, самая управляемая партия власти, самая контролируемая. То есть, на сегодня областная власть боится не только горожан, как проголосуют горожане, но боится позиции Омского городского совета депутатов. То есть, они настолько их боятся, что боятся даже проводить тайные голосования. Поэтому наша фракция с этим не согласна. Кстати, в 2015 году, когда этот вопрос решался, было поименное голосование. И против, вот, меня, конечно, поражает всегда ЛДПР и справедливая Россия. Они на всех круглых столах, когда вопрос этот обсуждался, заявляли, мы за прямые выборы, надо, чтобы народ избирал, там, или глав районов, и главу города. Но когда садимся за бюллетени, за кнопки голосования, они голосуют, как голосует Единая Россия. Но Единая Россия, это честно говорила, да, в этой ситуации. Здесь у меня их позиция понятна. Но когда ты заявляешь, что будешь голосовать за прямые выборы, ну, садишь за кнопки, голосуешь за назначение. Вот и ЛДПР, и фракции ЛДПР, и фракции справедливой России, вместе с Единой Россией, лишили о мечей право прямых выборов мэра города Омска. Против, за прямые выборы голосовали только коммунисты. Наша фракция сделает очередную попытку вернуться к прямым выборам. Я соответствующую поправку к закону о выборах в органы местного самоправления подготовил. Хотя я реалист, я прекрасно понимаю, чем закончится это голосование. Больше 12-13 голосов я сомневаюсь, что мы наберем. Хотя, если сейчас провести опрос населения города Омска, как и населения соответствующих районов, где тоже глав районов избирают, назначают фактически, да, то, я уверен, более 80-70% населения выскажется за прямые выборы. Андрей Анатольевич, а кандидат от КПРФ уже официально утвержден? Нет, выдвижение будет в установленные законом сроки. В отличие от «Единой России», от того законодательства, у нас все проходит демократично. То есть, в соответствии с уставом, в установленном законом сроке на бюро областного комитета партии, тайным голосованием мы свою кандидатуру выдвинем. Но пока одна из приоритетных кандидатур рассматривается Виктор Александрович Жарков, который 5 лет назад ходил на эти выборы и показал достаточно неплохой результат. На ваш взгляд, если были бы прямые выборы, какой шанс на победу имел бы кандидат от КПРФ? Очень высокие шансы, потому что и выборы в Государственную Думу, и в Законодательное Собрание показали, что наши позиции в городе Омске очень сильны. Потому что и в Госдуму, и в Законодательное Собрание мы на выборах по спискам победили. К сожалению, не сумели показать достойные результаты, но не сумели удержать результаты. Где-то мы не доработали в первую очередь на контроле, на одномандатном округам. Но по спискам мы «Единой России» уверенно победили в городе Омске. Поэтому у нас были реальные шансы выиграть выборы и мэры города Омска. В том же Новосибирске, да, например? Ну, как к примеру, да, наших соседей, наших друзей города Новосибирска. Кстати, в Новосибирске и были. Анатолий Евгеньевич Локоть избирался на прямых выборах. И сейчас следующие выборы тоже будут прямые. Никаких назначений, никаких комиссий, никакого городского совета. Ну что ж, посмотрим, кто в итоге победит. Ну, у меня сомнений нет. К сожалению, в этой ситуации я пессимист. У меня иллюзий нет, что, скорее всего, мою поправку, которую я представлю, отклонят. Но я еще раз напоминаю жителям, избирателям и города Омска, и сельских районов Омской области. Как голосуем, так и живем. Поэтому, когда проголосовали за Единую Россию, не жалуйтесь, что вот мэры избирают таким образом, точнее, назначают вот таким образом. Не жалуйтесь на то, что избирают звание ветерана Омской области, то есть то пособие, то ЕДВ, которое должны получать. Не жалуйтесь, что вот работников сельской культуры лишают льгот. Работников сельского образования тоже заменяют стопроцентную компенсацию ЕДВ в размере 2-300 рублей. Как голосуем, так и живем. Спасибо, Андрей Анатольевич. На этом наш диалог завершен. Я напомню, гостем в нашей студии был Андрей Алехин, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области. До новых встреч на нашем телеканале. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова